Девушки отдыхают Девушки отдыхают Я могу сделать это смешное объявление, что 5 июня на нашем сомниологическом северном комиссии будет поступать Константин Владимирович Анохин, и его доклад будет называться «Использование фотонов для изучения высшей нервной деятельности». Девушки отдыхают 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 а у последователей фотографий двадцатых годов, без появления, и сейчас не примечены. Когда в одном из проростов лука шли методы, если ему подсунуть второй, то у второго повышалась частота метода при помощи неосторожности, при помощи некого загадочного излучения и метода. С экспериментами Гуруч вроде бы как определил, что это ультрафиолет, потому что коммуникация прекращается, если вставить просто стёпушка, но сохраняется, если вставить кроссовая стёпушка. А дальше вся идея Гуруча была, что вот все эти диапазоны — это некое поле, которое управляет металементом. Я не металементом, а инженерент практически — строить конструкцию задач. Довольно быстро, значит, физики серьезные двадцатого века называли это патологической наукой, но она продолжала тлеть через тридцатые, сороковые, пятьдесятые, шестидесятые годы в разных местах и по всему миру, и у нас тут. В общем, если попытаться оценить вот то, что было сделано до недавнего, скажем, до 2005 года, то, скорее всего, можно только пожать печенье, потому что невозможно установить, насколько это правда. Когда эти самые диапазоны реально измеряются современной техникой, получаются такие уровни, которые гарантированно нельзя было измерить, скажем, советским полномножителем 15-летним актом. И все, что в этих картинках там, если взять, были сложными, ну, невозможно сказать, что это правда, так сказать. Выведан правильный кусочек из вот такой кривой темного, какого темного утопа потомножителя, там есть что-то рядом. Поэтому вот все штрафы, осторожно попадать. Это область, отлево, 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 хочу сказать, отлево с ногой. Гурмич ведь он не снимал, не мерил никакие фотоны. Не мерил фотоны, он считал, но он показывал, что есть сообщение. Но это-то не связано с чувствительностью привода. Вы считаете это насколько? Да, считать тоже надо. А, уметь, надо помнить статистику. А вот она там была сделана? Спросите Гурмича. А она ничего не написана? Была, 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 если нужно, я хочу. Вот если смотреть то, что сейчас, и сравнивать с тем, что делалось хоть на протяжении от Гурмича до примерно 2000-2005 года, то можно только развести руками и сказать, что ничего не понятно. В частности потому, что всегда неадекватное описание методик. Как-то еще советская статья, там максимально сэкономлено все, описание всех методик. И это может отсутствовать в какой-то самый существенный момент, который сразу вам пока что отчувствовать. Или заставить, кто-нибудь там что-то есть. И эти направления, это как бы расщепленность на два направления, на самом деле. Одно исследование биохимических механизмов, которые приводят к генерации какого-то излучения. При этом вопрос был не о выводе этого излучения, а это был собственный инструмент. Это то, о чем будет рассказывать, по-видимому, он не понимает. Использование неких биохимических реакций, для исследований этих реакций. Нужны эти фотоны или не нужны, и что они там делают, вопрос абсолютно не стоит. И хотя по-прежнему стоят то же самое вопрос. Насколько то, что там намерят, не нужно верить, но это не можно верить. Все-таки это, ну, наконец-то. Это ответственно? Ваше дело. Можно повторить, ответить. Можно повторить, убедиться или обратиться. Ну, вот где-то 15-27. Оп! Сразу вопросы? Да, уточнение. Извините, пожалуйста. Вы сказали, что фотоэлектронный 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 фотоэлектронный. И я вас должен уверить, что разница очень большая на порядке. По темновому окопу и стабильности темнового окопа. Понятно. Ну, у меня, я работал всю жизнь на одном, потом пришел на другое и почувствовал разницу. Ну, а кроме еще фотоножителей, появились теперь всеседникамеры охлаждающие, которые дают вам в однофотонных точках картинку. Дорого, но уж тут как-то не будет. Камера ставит точку на одиночный фотокон. Там это некогда, грубо говоря, решетка таких твердотельных тел, когда каналы, здесь чего-то, ну, здесь фотокатур, здесь потом наложено напряжение, происходит умножение и на микроканалов. Так что матрица из микроканалов, каждый из которых обнаружил фотон с вероятностью, скажем, сейчас до 0.9. И это рисунка. Ну, эта штука там считают заодно космические лучи, это уже вторая. Ну, по крайней мере, то, что там измеряется, есть доступные компьютерные разборки, оценки, демонстрации читателя и демонстрации. И появилось огромное количество работ по администрации по самому излучению и придумыванию для него функций. есть идут работы по аналогу при помощи этого излучения. Ну, например, влияние гравитационных приливов на прорастание сои измерены в любом случае, в счётах два по администрации. Но больше всего пошло работ, основной всплеск – это с улицей. Ну, и для начала, понимаете, я в ужасном положении, я попытался объяснить что-то про всё это моему другу, который, ну, фоторецепцией никогда не занимался на компьютерном рецепте. И вчера вечером я вдруг понял, что я не могу это ему объяснить. Это предполагает уже хорошее биологическое знание, плюс специфическое знание в моей собственной области фоторецепте. И поэтому я… – Извините, я перебиваю. – Да. – Мойкий вопрос. – А природы этих биофотонов? – Будем ещё сказать на то. – А, всё-таки, извините. Я не шагу. – Значит, первый вопрос – откуда они берутся? – То есть биофотоны – это то, что излучается, практически как теперь выясняется, любым биологическим объектом, кроме как дохлым, дохлым тоже в процессе света. Вот. И интенсивности лежат в неком диафазоне, который исключает вот то, что видно человеческим глазом. Вот, скажем, светлячок – это тоже биофотон. Ну, там специфическая реакция направлена на производство этих биофотонов и в таком количестве, что нет. А то, что меряется от всего, вроде бы как такого, ну, на первый взгляд, специального отличия не имеет. И мы их не видим. Вот этот диапазон называется ультраслабое излучение фокона. И он производится самыми, так сказать, заурядными биохимическими реакциями клеток, которые идут независимо, не сделанными, как у Светлёчка Райского. – А, Игорь, а не видим, потому что это интенсивность маленькая, потому что частоты не те, которые… – Нет, нет. Большая часть… Вот, из хорошего обзора, значит, длинный волн здесь выпадает в определенных биохимических механизмах. Вот здесь одно выпадает инфракрасм, а все остальное – видимость. А вот диапазон интенсивности. И вот шиномический порог. А вот здесь – это то, что квалифицируется как биофотон и синоним – это вот само ультрославовое излучение. Вот эти реакции… Вот не надо понимать, что это такое, надо просто знать, что… – это тривиальная биохимическая реакция, окислительное восстановление, происходящее в любом энергетическом метаболизме. Как побочный эффект этих реакций возникают некие активные состояния, которые дальше могут обратно рекомбинировать, излучая при этом что-то. Вот примерно вот здесь написано. И, с другой стороны, эти, значит, активные состояния могут взаимодействовать с чем-то в клетке, что легко окисляется. И при этом тоже, при этом окислении выскакивает опять биофатон. И вот, в частности, в этом смысле, фоторецепторы – самая благоприятная среда для реакции биофатологов, потому что там очень активные реакцические метаболизмы, а наружные сегменты, которые мы потом перейдем, содержат невероятное количество легкоокисляемых жирных кислот. Самая богатая это ткань в организме. Поэтому вот первый кандидат на хорошее свечение биофатон – это свечение. То есть излучение биопродукции биофатон. Вот мы имеем механизмы окисления и восстановления, производящие активные состояния. Эти активные состояния попадают к сильно ненасыщенным жирным кислотам в мембранах этого рецептора. Там начинается, на самом деле, цепная реакция, и в каждой массе излучается… Пусть… Пусть начнут говорить, что у вас глаза светятся, ношу от этого. Не спешите. По осуществлению, если глазом видно, это не будет ультраславным. А вот… Пусть с очевидными теориями есть свои проблемы. Очень много рассуждений приводят сразу к тому, что оно мог бы светиться. А оно светится только для этой охлаждаемой среды, возникает. Амелья Иванович, кажется. Ну… Так вот, значит, механизмы биохимические, которые производят сырьё… И нам не важно, какие они, сколько… Есть или есть. И имеется в результате вот это ультраславное излучение, которое лежит ниже официальной георгиевной инвестиции, которую мы видим глазами, и ниже человеческого абсолютного положения. А измеряется только чем-то очень хорошо. Теперь дальше… Дорога. Можно ли, Дмитрий? Ну, вроде как, Черенков, Суаленцы, излучение Черенкова, вроде как считается шерсткий глаз, то есть ценовой адаптацией… Да. Может, половить… Сколько там? Семь-десять фотонов. Один? Да. Даже один. Не так просто, но… Так, да. Поэтому что, должно быть видно? Нет. Нет воронки через… Нет. Вот для того, чтобы человеческий глаз, темновая адаптация, начал считать фотоны, нужно, чтобы некое небольшое количество фотонов, там, скажем, пять-семь штук, попало бы на область сетчатки, в несколько десятых градусов диаметром, в течение одной или двух десятых секунд. Что пересчитывается просто в диффузный свет, это уже десятки тысяч фотонов… ну, там, десять… десять шестой фотонов с квадратного сантиметра в сетчатку. А вот то, что квалифицируется с этой ультраславной глучиной, касается… кончается где-то на сотни, на тысячи фотонов с квадратный сантиметр в сетчатку. И, начиная от нуля. Тоже ультраславной глучиной. То, что человек может, если там очень сильно бить и, наоборот, награждать, может с определенной степенью достоверности просигнализировать про один фотон, ну, тут от одного до пяти уже совсем недалеко. Вот. Но это, на самом деле, в высшей степени пока еще на много лет не поставит. Но, тем не менее, потенциально да. Потому что есть механизм, который выделяет одноклантливые ответы, по крайней мере, наоборот, не только рецепт. Значит, вопрос дальше, что с этим делать. Это огромное количество информации. Огромным количеством, прошу вас, если помню, ты скажешь, было огромное количество церковных физиков, которые кинулись в эту область. Во-первых, как специалисты по измерениям, а во-вторых, как специалисты по объяснениям и диплом. Ну, слава Хоркинса и Хринштейна, всех клиников. И вот, когда мы были молодыми, как раз, и чуть-чуть раз нанесли, мы читали еще больше в физике шоу. Вот там вот такое. Два рецепта для делания нелегких открытых. Хринштейн. Читается? Да. Читается? Да. Ну, и вот, как говорили, великий русский поэт, нам не дано предгадать, как слово наше отзывается. Вот это вот теперь является стимулом для всех оралов, которые занимаются исследованием функций биопатологии. Чем меньше ты знаешь о предметах, и чем более дикие дели высказываешь, тем больше шансов из убийства открыть что-то. Ну, и примеры открытые. Это, так сказать, гипотезы, ссылающие на вторые гипотезы, которые доказаны. А те первые гипотезы ссылаются на плохие экспериментальные данные, которые очень часто очевидно поднимают. Ну, вот такая вот, значит, ступенечка работы. Придаём нам вот такой. Например. Ну, это к биопатону, первый пункт, не имеет отношения. О том, что это всё буржуазная наука, это механизм проведения ментинца. А вот к биопатонам имеет отношение на животных. Что передача по ледному волокну, это не нервный индус, а биопатон, который, как говорили, излучился вперед крепче, и пошёл куда-то, где его кто-то принёс маяц. Причём вроде как бы излучился в правильном направлении, туда-куда не зашли. А уже до конца доведённая идея — это о том, что на самом деле свет, который, как говорит, налит к нам глаз, вовсе не готовит до мозга, но на самом деле вызывает изменение метаболизма в сетчаточных миллионах, которые посылают биопатоны по ледному волокну в мозг, и в коле создаётся оптическая эпопия этого нашего мозга. И вот сейчас такое можно сказать. Нет, напишем. Я так давно не слышу, но написано. На столе опубликует при этом? А до этого мы тоже дойдём. Подождите. Не спешите. Они объясняют, что… Про гомунхууса они не слышали. А, не слышали. Они не знают. Про скорость, про людей… Я как раз вспомнила про гомунхууса, да? Я как раз вспомнила про гомунхууса. Это в голову не приходит, да? Что там кто-то должен рассматривать вообще всё. Ну, вы знаете, что? На самом деле, вот такого рода идей о том, что кто-то что-то должен рассматривать и, скажем, перевращивать картинку, поздрав, чтобы она была вверх ногами и так далее. Это постоянно идёт статьи на рецензию в наши журналы биологические. И объяснить человеку, что это неудобно. Только вот в чём разница. Обычно это одиночки, которые не имеют ни техники, ничего, и просто надеются публиковать своё зарядное. А это большие коррективы, имеющие очень хорошо продюсирование и посылающие во все журналы. Какие я вам потом покажу? Вот ещё свежая идея. Если взять две культуры бактерий, поместить их в два железных чёрных ящика с фотоумножителями в каждом, и поставить эти ящики на расстоянии пять метров друг от друга и в одну культуру налить перекисло вреда, стресс создать, для бактерий, то вторые в другом ящике отмечают. У них тоже изменяются характеристики. А чем ящики соединяются? Ящики железные, заглиматически закрытые, на расстоянии пяти метров друг от друга. Если ты его спроишь, каким образом реофотомы это делают? Читать на занятии статьи, больше ничего сказать не будет. Ну, при этом, в среднем, между прочим, там ничего не происходит. Если сделать очень точную статистику межфотонных интервалов, то вот у этого рецепиента наблюдается некие изменения, которые передатчиком или перекисло. Почему это называется биофотонная коммуникация? Я не знаю, потому что биофотон, ну, через, как будем надеяться, через железы. Но ещё есть интерес в том, вот у этого биофотонного включения. Заметьте, что она ультраслабая. А зачем фотоумножители в коробке ставят? А чтобы регистрировать, как они светят, и по свечению вот видно, что во второй что-то видно. В первой видно, что что-то сделали, а во второй видно, что что-то изменили. Так вот. Это, во-первых, а ультраслабая, и б это биофотонная. Так что это излучение, этих фотонов, они не такие как вот, всё что-либо, это промернули. И как здесь это, в случае с исторического вопроса? А не могут ли регистрирующие приборы наводить вот всю эту нуть? Друг на друг. Фотоумножители там и так далее. Воздаемые фотоумножители используют. Нет, ну, во-первых, вопрос к авторам, которые очень плохо описали вообще метро. Ну, вообще, это железная коробка. Она имеется второй коробкой, общий, наверное, только источник питания, где тут умножители и выход на комплект. Эти штуки... Я имел в виду, сам регистрирующий прибор, но он же, как говорится... Ну, он в Каналке находится. Нет, нет, нет. Я не имею в виду, там же есть какие-то элипейские процессы будут, допустим, фотоумножители. Ну, там километров напряжения, да? Ну, правильно. Работа Владимирова 60-х годов. Нет, ну, пожалуйста, вы... Регистрация. Я бы не помню, но вы наливаете раствор пейки из белого рода в какую-то бактерию. Бактерия плохо. С фотоумножителем ничего не работает. Меняется интенсивность, которая... Чего? Что регистрирует фотоумножитель. Если у тебя есть навыка, она и раньше тоже. После этого второй фотоумножитель. У нас там в среднем ничего не регистрирует. Если вы изучаете статистику межкатронных интервалов, то видите, что там тоже что-то произошло. Там вы вообще ничего не держите. Всё, это закон зашло каким-то образом. От одной коробки к другой. Ну, то есть, если вы начинаете искать... Если вы покупаете этот результат, тогда вы ищите уже второе объяснение этой проблемы со связью электрической, допустим, просто между двумя каналами ОЦП и в общем-нибудь в этом родит коммерция. Владимир Александрович, а кто-нибудь хоть подтвердил эти оригинальные наблюдения, кроме тех, кто впервые играл с этим годом? На самом деле, каждый потом начинает ссылаться на это, как уже подтверждено, и говорит, как твердо доказано, и основывает на этом следующий эксперимент. Я продолжаю. На самом деле. Тут будет ещё раз интересно. Прочтите. Вот если, значит, измерять спектры, грубо по полосам, значит, спектры излучения срезом мозга умной лягушки от лягушки до человека, то чем умнее, тем краснее. А если вы проинтерпретируете название, что причина, что следствие, или кто от кого зависит, это невозможно, да? И затем оживлённое обсуждение в литературе, вокруг вот этой группы, которые работают в этой области, обсуждают всё это. Общее резюме такое, на самом деле, что это совершенно замечательный и новый результат, но, к сожалению, авторы не дали ему механистического объяснения. Вот это хорошо. Значит, рыбы разделяют на две группы. Одни сидят в аквариуме спокойно и там излучают две фотоны, а также у них измеряются разные биохимические потенки. Вторую группу рыб облучают хорошей дозой ремья и потом прибавляют её к тем, которые были в чистом аквариуме. Причём установить просто туда этих ремьеров вместе с их водой или, например, в отдельной посуде, чтобы они могли там коммуницировать, но, по крайней мере, другого не толкать и химически невозможно. при этом оказывается, ну, хорошо, да. Значит, при этом оказывается, что у тех первых рыб, которые интактные, происходят уже какие-то изменения. Но потом оказывается, что если взять группу рыб, которые ещё не облучили, а будут облучать завтра и подсадить, результат всё равно будет. Вот контрольный эксперимент. Экспериментаторы поменяют мнение. там, делать завтра или не делать? Вот не был поставлен. Передумать им в голову не пришло. Да. Дальше. Дальше мы теперь переходим, вот если всю эту область оставить, потому что это просто абсолютно не интерпретировано, не повторяю, что всё это случилось до конца, ничего сказать. Да? То есть вот непонятно, что проверить. то вот имеется некая область работающих здесь, которая занимается именно тем, что называется у меня в докладе «Биофатоны и зрительная финансия». Там имеются три типа идей и предсказаний, которые допускают экспериментальную проверку и обсуждение в терминах разумных механизмах. То есть там нет телепатии, там нет предвидения. Ну а, грубо говоря, если мы знаем, что опыт Маккельсона был доказательным, когда отличие между теорией и экспериментом было в восьмом знаке за запятой, а здесь разница между экспериментом и ожидаемыми вещами восемь порядка, вот не имеет значение. Всё равно цифра 8. Ну, так вот. Для этого я вот теперь должен сначала объяснить в самом-самом длинговом виде, как работает фоторецептор, чтобы понять, что там дальше происходит. Это сетчатка в сканирующем электронном микроскопе. Сетчатку выдрали из глаза, высушили, отрепарировали целую сканирующую электронную микроскоп. Это ковёр, на котором растут, растут как ворс, фоторецепторы. Палочки, ночные рецепторы, и клубочки дневные. Палочки, вообще и кей, и палочки, и клубочки делятся на два куска. Наружный сегмент и внутренний сегмент. Внутренний сегмент – это вся кухня клетки. Здесь синтез белка, производство энергии, поддержание мембранного потенциала и так далее. А всё, что нужно для того, чтобы превратить свет в электрический ответ, находится вот здесь, в наружном сегменте. Это подарок природы и биохимикам, и физиологам. Если потрясти сетчатку в растворе рингера, то наружные сегменты отваливаются, и получается чистая фракция структур, которая содержит систему преобразования свет в электричество, и ничего лишнего. Всё, что лишнее, всё находится в остальной части крови. Поэтому биохимики, ну, перуют просто на этом момент. наружный сегмент состоит из стопки лепёшек, мембранных дисков. И, скажем, их 30 на микрон, так что у лягушки, на наружный сегмент приходится примерно 2000 дисков. Диски – это мембраны. В мембранах находится главный, наш дальнейший игрок – зрительный пигмент, радоксин. Это белковая молекула, которая поглощает свет и запускает дальнейшую систему внутриклеточной сигнализации. В чём выражается, собственно, сигнал? Вот второй подарок – подарок физиолога. Такая длинная клеточка, у которой на одной половине генерация ответа, а на другой всё остальное. Это означает, что в клеточку можно засосать в кипятку. Аккуратненько. Вот этот наружный сегмент. Подключить здесь усилитель, и обнаруживается, что вот отсюда сюда идёт в темноте ток. При вспышке света ток уменьшается на короткое время. Вспышка короткая, но вспышка – такое изменение тока. Чем ярче вспышка, тем больше ответ, пока ток не уменьшится до нуля, дальше ехать не будет. Так что это некая аналоговая система сигнализации. Она не частотой импульсом кодирует свет, а амплитудой ответа. Ну и вот эта штука живёт прекрасно, можно работать с клеткой часами, издеваться над ей самыми разными способами, изучать ему для химии и так далее. Поэтому известно про это очень много, известно в очень хороших деталях, каким образом вот эта штука производит коллективные клетки. Второе. Оказывается, что если вообще не светить, то наблюдаясь тут такой маленький высокочастотный шум и периодически случайно взбеки, которые соответствуют ответам на одиночные кланты света, как будто она что-то видит в полной темноте. Вот если понавырезать вот эти дискретные волны, сложить их усреднить, получится вот тут красно-серая кривая. А если просто записать серию взлетом на одиночные кланты, то получится ровно то же самое. То есть это выглядит так, как будто бы клетка что-то видит в темноте. Концессуи биофотонов в то время не было, когда это открыли. Поэтому, да, как это вообще работает? Здесь будут какие-то умные слова, про которые можно забыть, а просто вот есть некие штуки, которые становятся столько-столько-столько. Как они называются, неважно. Что они делают, тоже неважно. Важным результатом. Вот наша молекула зрительного прегмента, розовсина, плавающая, свободно плавающая в нем. В темноте она ничего не делала. В нее попал клант свет. Она перешла в некую форму, в которой она взаимодействует с молекулами вот этого белка, транзуцины, со скоростью 200 штук в секунду, перерабатывая, отбрасывая активные транзуцины. Транзуцины связываются один к одному со следующим ферментом. Следующий фермент гидролизует циклический гонозель монофазват, тоже со скоростью тысячи в секунду, или сотни в секунду. И поэтому один квант у нас в итоге, можно вообще говоря, если эту систему не остановить, то все миллионы молекул, которые там есть, можно превратить в некую активную конфигурацию. Для того, чтобы один квант не видеть неограниченное, а имеется отдельная система выключения, которая активно гасит вот эту атомную волну. во всех этих процессах участвуют сотни и тысячи молекул, 14 белков. Значит, совершенно очевидно, что случайным образом, чтобы она изобразила такую волну, как мы видим на этом шуме, это невозможно. Начало всего, что там делается, должно быть в одной и единственной молекуле. то, что все остальные концертные нарисовали вот такую кривую, это абсолютно невероятно. Следовательно, вот то, что мы видим, это акты активации зрительного пигмента, такие же точно, как где-то делает свет. Вопрос, с чем это делается. Вот первая гипотеза 80-го года была, что это тепловое движение, что молекула зрительного пигмента может приобрести энергию, нужную для активации, не только от кванта, но и за счет половой движения. Ну, вполне разумно. Как мы знаем, все в темноте шуме. Можно проявить, от тепла шума. Из этой, вот уже у меня нет про это времени, но из этого следует куча интересных вещей, функциональных, предсказаний для адаптации жительной системы к определенным условиям. Например, запрещается инфракрасное зрение, потому что вам нужно будет очень маленькую энергию фотона, чтобы вы видите инфракрасную. А значит, эту энергию очень легко получить от тепла, и вы будете видеть свет в темноте, да? Без всякого постороннего источника. Вот много таких интересных функциональных следствий из этого получается. И вот, конечно, в свое время это было и придумано, и обсуждалось в очагах. И мы до сих пор не имеем, мы имеем некую феноменологию, но мы до сих пор не имеем какой-нибудь разумной молекулярной теории, каким образом это происходит. Но зато мы имеем альтернативу. Так, сейчас расскажет. Мы имеем биофотомы. А, ну тут просто интересный пример. Вообще не представляет ли интерес этот шум или нет? Может быть, он такой маленький, что по настроению с нормальным зрением можно проникнуть? Стоит ли он им вообще заниматься? Ну вот мы видим лицо вот здесь в безлунную ночь. Значит, это как фотоны распределены по сетчатке. Если бы было достаточно много, мы увидели бы вот это. Ну, а здесь к нам глаз за наше время наблюдения по несколько 50-х секундов попадает в 1300 фотонов, поэтому то, что они могут нарисовать – это вот это шум. Дальше наша зрительная система оказывает нам услугу. Мы никогда не видим точки за еночным фотоном, мы видим некие размытые изображения, которые размазываются рецептивными полями чем-то на счет. Есть чем-то. Так что, получается, в среднем мы видим примерно вот эту безлунную ночь, видим что-то примерно вот так вот. а теперь вот к этому мы добавляем шум, про который мы хорошо знаем, сколько таких фотонов. Ну, видно, что уже хуже. Т.е. вот этот шум, который мы измеряем, может быть функционально важным. Он может определять зрительные пароли, и с ним начинается мы с ним играть, смотреть шаг. Он может только портить. Естественно. Он ограничивает. Т.е. вот если я инфракрасный, то у меня шума очень много, он очень сильно портит. А если он, например, вот этот шум, у меня с зрителями пигмент ультрафиолетовый, например, то у него энергия квантов будет больше, и, соответственно, вероятность теплового шума ничтой. Но если мне, например, если хочу его лучше видеть в темноте, мне бы лучше двигаться в синюю часть спектра. Ну, в внутренних освещенностях. При этом зависит еще от того, а есть ли синий свет в природе. Т.е. возникает задача оптимизации. Какой зрительный пигмент для какого зрительного окружения. И какие возможны предельные варианты. Т.е. это очень такая продуктивная область, по крайней мере, рассуждения и некого экстрементального расследования. В этом смысле это некое дорогое дитя, с которым расставаться просто так жалко. Но нам предлагают расстаться, и, как бы, грубо говоря, идея-то совсем не такая уж абсурдная. Нам говорят, что на самом деле наша фоторецептор очень активный метаболизм, так что продуцируется очень много этих активных состояний, которые будут дальше снять. А в народных сегментах у нас, ну, чертова прорва, тех самых полиненасыщенных субстратов, которые излучать будут. И, следовательно, тот темной шум, который мы видим, это, на самом деле, реальные фотоны, которые генерируются в сетчатке, вот через такую механику. Обсуждаемо, проверяемо. Получили грандиоткульпы. Ну, а какая разница на самом деле? Если это шум биохимии вот этой, то тогда никакие адаптивные свойства к самовозрительному пигменту отношения к его не имеют. Не он шумит, как молекулу сама, со своими внутренними свойствами, а шумит то, что на него светит. Значит, две разные задачи. Приспособление пигмента к среде или попытка сделать что-то с клеточным метаболизмом, допустим, чтобы светило меньше. Это интересное разделение, поэтому имело прямой смысл проверить. Берем в темном ящике сетчатка выделенная, свет от нее собирается линзой, через вращающийся такой секторный диск попадает на потом нажитель, на усилитель и на PC. Значит, диск крутится половина времени свет, половина темнота, так что можно синхронно много раз накапливать свет и темнота, свет и темнота. И не беспокоиться, например, что дрифует сигнал потом нажитель. Вот что получается, если тысяча секунд, две тысячи прерываний, на каких-то возрастных темнотах у нас был свет. Черная кривая – это то, что если бы мы посветили просто хорошим ярким светом, чтобы устранить свет, свет меняется в среднем по такой кривой. Видно, что да, регистрируется, вы можете приложить статистику, доказать, что это статистически достоверный сигнал. Вот здесь он, здесь как бы, это много сетчаток. Значит, свет там есть, и можно определить сколько под той же самой статистикой. Ну, вот сколько… Вот это то, что измеряется излучение, а вот то, что было бы, если бы это был тот свет, который производит темновой шум. Не хватает всего? Шум в сто раз выше, чем излучение, идущее на него. Действительно существующее, идущее на него. А вот каким образом, когда вы это излучение имеете, почему вы шум этот не видите? А, он просто… Шум камерем от клетки, и там он в сто раз меньше, но там один из ста этих сбрыков, может быть, и есть это собственное излучение. Но реально его собственная внутренняя активация рогопсина, тепловая, дает в сто раз больше, чем вот этот, ну, согласно взаимодействовать, для фотоумножителя. Хорошо. А вот эти фотоумножители, они оттуда и идут, а потом они сначала на этом рогопсию застрянут, и до вашего фотоумножителя не доходят? Конечно, 70% застревает и активируют рогопсию, а остается там 30%, и, в общем, все это поменяет. Конечно, ведь тот фотоум, который попал в рогопсию, его больше нет. Ну, здесь была, ну, это уже детали технические, здесь была система калибровки, которая калибрует сигнал у фотоумножителя именно в терминах числа активированных молекулы не просто в каких-то единственных условиях монеклона, а вот сколько раз вообще не активировалось, и что мы при этом измерили. Ну, измерили в сто раз меньше, чем хотели, авторам гипотезы. Ну, и нам тоже, конечно. То есть мы не хотели эти гипотезы, потому что, тогда потеряя за интерес, вся наша предыдущая работа такая эволюционная физиология. Вот. Это один из эффектов биофотонов, так сказать, гипотеза возможная, обсуждаемая и уже опубликованная много раз, как железно доказанная. Вот что самое интересное. То есть, как доказанное то, что весь этот шум идёт от биофотонов? От биофотонов, да. Говорится так, что наша теория насчёт правового возбуждения, у нас нет для этого теории. Сказано так. Поэтому, наша теория правильная. Это одно. Второе, там есть изумительная совершенно логика. А кто же зарабатывает эту теорию? Ну, я дам список, автор. А-а-а. Это влашинские или влашинские? Это весь мир. Весь мир, да. Это весь мир. Там иранцы, американцы, китайцы, испанцы, бенгры. Это весь мир. Это недоморощенная теория, в реальности. И там совершенно замечательный ещё долг в пользу правильности этой теории от биофотонов. Что там очень простая математика по сравнению с тем, что ожидается для теории типового возбуждения. А действительно очень простая, потому что в этой статье нет ни одной формы. Вообще. Ну, и... И вообще нам это для, звучит так. В итоге это доказано. Что всё, что тепловое возбуждение, это не имеет никакого значения, а это доказано. Ну, хорошо. Вот... Я думаю, что отличие в сто раз для них не аргумент. Тоже это гарантирует. Да. Но такая же... Представьте, я только вышел в этом году, и ещё узлов у меня нету. Значит, дальше. Вот второй эффект, который приписывается в биофотону. Это отрицательный и последовательный образ. Она, опять-таки, ну, должен самым-самым друговым образом, примитивно объяснить, как можно получить отрицательный и последовательный образ. Представим себе... Дело в том, что вся феноменология видна уже на уровне ответа в одиночных рецептах. Но совершенно точно не исчерпывается. Этим это точно. Но, видимо, общую идею можно объяснить на ответе одиночного рецепта. Мы... Значит, как мы видим последовательность? Мы, при умеренном осветлении, посвятили себе чем-то ярким глаз, закрыв глаза, видим, что светлый образ объекта продолжает существовать, потом потихонечку исчезает, а потом, превращаясь, наоборот, с темой отрицательным посветлением. Вот, если мы отводим от нашего фоторецепта, посвятили на него умеренной ступенечкой света. получили вот такой ответ, а потом наложили на него яркий, яркую ступенечку, то мы увидим две вещи. Значит, во-первых, если мы его будем тестировать тем же самым светом, чувствительность резко упала, световая адаптация. мы светим ярко, на фоне яркого, вот этот бывший слабый, бывший яркий стимул здесь стал гораздо слабее. И во-вторых, когда мы этот яркий свет выключили, сигнализация продолжается. Это клеточная элеохимия, которая продолжает крутиться, потихонечку затухает. Причем это вот в таких условиях может там полменно продолжаться. Значит, от этой клетки, даже после выключения света, непрерывно идет сигнал. Если вокруг нет ничего, что светит, то вокруг домное поле, а мы видим яркий построительный образ, который потихонечку затихает. Дальше интерес вот в чем, или мы знаем, между прочим, не умиляющего объяснения, да и вот механистическое. Если мы опять приложим вот этот свет вот здесь, когда уже сигнализация кончилась, то свет все равно будет некоторое маленький. Чувствительность по-прежнему пониженная. То есть, даже когда непрерывная сигнализация исчезла, чувствительность по месту, на которой мы светили, остается уменьшенной. Если у нас есть нечто освещающее все поле зрения, то там, куда мы светили, чувствительность высокая, то вот такая, а там, где мы светили, где мы посветили, сигнал будет меньше. Значит, мы теперь увидим темную петлю на светлую петлю. Вопрос, откуда берется этот светлый фон? Вот этот вопрос, который задают авторы две фотонные петли. Тут очень хорошо сказано. Что это такое, что производит, грубо говоря, светлый фон, когда мы сидим с закрытыми глазами? Нам нужно не только изменить что-то в данном месте сетчатки, но нам нужно иметь общее светлое поле, на фоне которого то, что все реализируют плохо, будет выглядеть четко. Ну, ответ, естественно, без этого. И для этого имеется экспериментальное подкрепление. Берем сетчатку, измеряем при том еще суперчувствительные на этой самой видеокамере фоновое излучение. Потом светим на нее ярким стимулом. И оказывается, что после выключения стимула еще некоторое время продолжается излучение более интенсивное, чем было в этот раз. Ну, мы куда-то посвятили. Логика понятная. Если мы куда-то посвятили на сетчатку, там изменился метаболизм, и вполне может быть, что более активный метаболизм дает нам дает нам прибалку к этому всему. Ну, трудности здесь такие. Как мы знаем из предыдущего фонового света на два порядка ниже зрительной породы. а эта прибалочка к ним примерно на пятидесятые того, что будет. То, что будет освещать глаз изнутри. Ну, еще учитывая размазанность. Ну, нервовит абсолютно. Говорится так, что если мы в природе посветим ярче, чем вот здесь, то давайте вот этих биофотонов будет больше. Так что вот вопрос остается. Да? Начинаем с экспериментальной исследования. идем в темную комнату. Полностью выключаем свет, даем себе яркое в глаз. Видим это исследование их или ваше? Это то, что я предлагаю, то, что я делаю и что, на самом деле, делали уже с девятнадцатого века. Вот лозунг Эйнштейна, чем будет и безграмотен, тем больше шансов где-то открытого. работает Идем в туалет, поскрываемся и светим фонарик как глаз, потом фонарик отключаем. Видим светлый, положительный посветный образ, который потихонечку затухает, исчезает и отрицательного посветительного не появляется. Не появляется. Не появляется. А теперь делаем тот же самый эксперимент в среднеосвещенной светим фонариком, выключаем, закрываем глаз, чтоб стало темно. И мы видим, что положительный образ затухает, а потом появляется последний образ отрицательный, черный. Прокрываем ладошкой, видим белый, убираем ладошку, видим черный. Что такое в глазу, что светит создает отрицательный образ. Свет из комнаты, походящей через вид. Понятно? Ну, проблемы просто не существует, а объяснение не работает на десять порядков. То, что та интенсивность, которую нужно, чтобы создать последний образ, ну, при таких разумных освещенностях, да, это примерно на десять порядков, выше того, что на экспериментальной записи. Но имеется экспериментальное подверждение. Что такое? Такое светит. Ну, и третье, это фосфены, вы слышали, которые видны в глазу, при, допустим, космических лучах, излучении, при лечении каких-то опухолевных соколов, истратиковой частиц. Ну, и в том числе, между прочим, магнитофосфены, электрофосфены, то, что возникает при нажимании на глаз, и так далее. Ну, разумеется, биофосфены. Вот схема того, как это происходит. Наша ионизирующая радиация вызывает генерацию этих самых активных состояний, которые доплывают до наружных сегментов фоторецепторов вызывают то же самое ультраслабое различие фото. радиация вызывает генерацию высоко активных неких химикатов, круглого аминфа, которые доходят до наружного сегмента, окисляют жизненные кислоты, при этом возникают две фотоны, мы видим спешку. Экспериментально доказывают. Ну, вообще говоря, все, конечно же, высоконергетические частички, там, десятки миллионов, могут сделать все, что угодно, в том числе и это тоже. Дальше экспериментально доказывают. Вот работа, две работы, одну и ту же работу. Вот здесь доказывается, что родопсин можно обесцветить светом. ну, мы знаем это, примерно, с 1870-го года, из работ Франца Берли, но все-таки экспериментальные доказательства, что они это умеют делать. Возникает небольшой только вот наш адапсин, вот это его темновое состояние. Когда мы на него светим, он поглощает квант, он переходит в новое активное состояние, в котором его, это самая хромофорная группа, витамин А, распрямляется. При этом происходит изменение спектра поглощения. Вот такое стало после поглощения округа. Это, так сказать, подпись того, что родопсин активирует. Если не будет метр родопсина 2, в записях влияет. А дальше видно, вот здесь уже подпись к рисунку, это уже облучение ионами ионами углеров, которые тоже вроде бы обеспечивают родопсин, и, соответственно, генерируют. и все успели. И при ближайшем осмотрении это одна и та же картинка из двух статей и людей и 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 самое милое на самом деле имеется работа, которую они не знают. и Павел Павлович, сидящий, здесь не принимал участие. Значит, они засовывали сетчатку под ускоритель. Там кто? Дитер. Значит, казалось, пункт А. Фотоны там безусловно есть и даже может быть ультраслабные, потому что пытались проверить флуоресцинцию сетчатки при помощи фотомножителя, но ничего не померяли. Ну, понятно, что чувствительности там могло бы не хватить вот в этих условиях, когда вы сбоку к ускорению пристраивали, неизвестно, через что, но сетчатка отличает, генерирует ретинограмму ровно такую, как она генерирует в ответ на свет. Значит, там происходит активация ретинограмм по законному, легальному, весьма вероятно, световому пути. это гарантирует. гарантирует. Что не совсем хорошо, это то, что, то, чтобы вызвать ретинограмму максимальной генерирует достаточно обесцвечивания, ну, скажем, 10-8 зрительного пигмента. А при облучении вот этом измерялось одновременно обесцвечивание родопсина. Обесцвечивание десятки процентов. То есть 10-7. То есть фотонов производится 10-7 от исполченного родопсина. Родопсин истребляется этим излучением, и как який побочный продукт, возможно, по описанному вот этим замечательным авторам и механизмам, вызывает, может быть, по свету, ретинограмму точно вызывает. Ну, степень, конечно же, это все рассылается, как на железном доказании. Обзоры 2018 года детально излагают вот эти все три куска, как абсолютный доказатель, который рассказал про роль потона и временем. А дальше вот тот самый ваш интересный вопрос, где это печатается? ну, вот опять, в советское время все равно, ну, сумасшедшие все говорят, графоманы тоже все говорят, и писали, в том числе, в научных зонах. но, они не попадали, кроме как вестнику уютненского университета, такая вещь, или там растения и бранные слова в вестнике саратовского университета. есть такая напечатанная но, вот такой обычный, никакой нормальный журнал в Советском Союзе не печатается, а там тем более. а теперь давайте в чем это печатается вот бактериальная телепатия, вот здесь это международный журнал в достойном издательстве с импактным фактором почти три, а вот про то, как это все фотоны бегают в мозгу и создают нам картинку, это вот он brain research brain research значит на nature scientific reports, которые в полторы раза круче, чем brain research, о чем вы говорите? вот насчет того, что биофотоны и человеческий разум, это пназ, у которого еще в полторы раза выше а вот значит по которой темновой шум последовательный образ то, что я наконец разбирал это на самом деле в конце концов напечатано в нашем высшем зрительном журнале, который печатает только обзоры великих достижений прогресс а и великих сэнбак паттером винации но появится еще новая замечательная статья журнале сэнбак паттером того же поля и вот это самое ужасное во все ситуации это говорит о квалификации рецензентов и широком распространении идеи Штейнена и чем меньше знаешь и чем более дикие вещи говоришь тем больше шансов то публиковаться высокоретельным журналом есть конечно и такие журналы которые публикуют их конечно гораздо больше про сэнбак и статьи там будет исследование китайского меридиана аура все самые современные это уже платные супер не знаю не пробовал не посылал судя по цене на это оборудование деньги не проблема некоторые спасибо ну а что-нибудь оптимистическое как а то у нас уже били в транс я веревки не захватил извините а то бы я предложил еще не транс у нас есть только но тут хорошее уже сколько лет проповедую что если хотите прочитать побольше а конечно там описано нигде не найдет так теперь на самом деле насколько я помню по статистике Nature первый журнал в мире по проценту отозванных статей отозванных отозванных после публикации после публикации после публикации а а отозванных 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 кто-то поймал то есть как Nature не печатать Нейчер ловит хотя бы Нейчер Нейчер журнал который полагает свой печатать следовательно вообще говоря я не понимаю тех людей которые подсылаются от отделки уже гарантированно поймут потому что кому это же эти печатные шутки пройдет проверить написали в Нейчер статистику если авторы сами не прозвали то Нейчер но это редко бывает большую часть это не редко бывает это в Нейчер довольно часто бывает во всяком любом случае раньше этого вообще скорее всего просто нет а сейчас им пришлось сдавать отдельные типа приложения список но и тут и вопрос ты напечатал ты тут же можешь подать заявку на гранд да конечно пусть отзываю но совершенно верно у меня приходила заявка в которой была ссылочка на статью напечатала как он когда я полез на нее посмотреть там написано статья тоже но тем не менее она в списке не это не должно работать потому что вы будете писать следующий гранд и вам его не дадут и все а кто думает о следующем все думают о следующем вот это те кто если вы вы не получите сейчас они дадут это помощь я понимаю но те кто действительно работают они при таком количестве журналов сколько сейчас никто не будет их отслеживать не будет их отзываться нет если вы сделали что-то стоящее напечатают и напечатают то вас обязательно ну раз стоящее кто же не пойдет то стал за первым вопрос сейчас секундочку я хочу показать вот это журнал прогресс он печатает без рецензии он печатает обзоры не так просто он печатает обзоры по приглашению редактора по результатам работ уже ранее публикованным рецензированным журналом поэтому как бы предполагалось что гарантированно что просто из пальцев ничего там нет это не гарантирует потому что я рецензировал туда статью когда редактор жалобу написал послал приглашение и я теперь обязан это напечатать но я сильно сомневался ну в итоге у нас был цикл четыре обмена филипинской редакторами авторами каждая из них по 12 страниц и в итоге под заказу дайте я был напечатан по самому оригинальному при том что в каждом рецензенту автор благодарю рецензенту говорил что он сделал все как приказ все теперь так что даже вот этот журнал теперь не гарантия того что там да так это очень публикациям сами лично всерьез скептически не приходится относиться серьезно потому что это поток того что плохо пахнет сейчас мы не зря делали вот вот эта работа про биофотон и шум это наша экспериментальная работа она была сделана именно потому что очевидность чуши была самоначата но это три работы в которых чушь можно по крайней мере обсуждать опровергать и проверять экспериментально все остальное то есть просто не обсуждаем не извиняюсь интерьерность человек от красных биофотонов или наоборот ну это вокруг это огромное поле обсуждения так что здравствуйте ясно извините это ваш вопрос точно такой же на который нет ответа я правильно поняла что там в большинстве этих статей вообще методика плохо еще методика плохо описаны их повторить в общем невозможно или нет или мне так показалось это вам показалось это было это ваши воспоминания вашей молодости в большинстве случаев описание методики этих работ ничего вообще скажем понимаете вот скажем там где это наличие обсуждения обесцвечивания с одной стороны там не описано что делали с препаратом и чему с отдельной кривой а если это написано то описано не в методике а в подписи к рисунку да мелким где английский такой что текст не интерпретирован ну это вот большая часть авторов он обычно реально англоязычный а остальные все венгрии иран аргентина все бессмертно вот то есть вообще способ выражения мыслей во всех их сетях очень тяжелый там совершенно очевидно там нет журналы уже не не занимаются тем что делать текст читаем и замечание рецензентов о том что английский надо улучшить просто и существует ясно что никто по ним не проходил с удовольствием описание методик абсолютно никак невозможно ничего сказать что есть там если описано то всегда это обязательно противоречит напомним так но в этих хороших журналах можно более-менее представьте кто это рецензирует ведь это же кто-то никто из моих законных никто из них не мог бы это пропустить я знаю кто рецензирует нас понимаете ну да но и кто это мог пропустить я знаю почему через кто рецензирует нас через них не все проходит но лично могут не сразу да пожалуйста вот господин если вам одну и ту же картинку показывают двух разных статьях и она описывает абсолютно разные вещи да то это как искреннее заблуждение или злонамерие или он лепит картинку зная он и так глубоко уверен что он прав поэтому может произвести все что угодно то есть ну конечно эти люди могут перепутать и взять картинку из архива и описать ее как абсолютно случайно это может быть чистосердечно я не знаю а вот недавно только что как раз мне попала на рецензию через пару получать замечательная статья но не из этой я просто хочу показать как вообще очень трудно ответить на ваш вопрос кроме как ну неприличными словами с работой в которой мышам придавали инфракрасное зрение мышам вводили в глаз некие наночастицы которые за счет флуоресценции причем флуоресценция из инфракрасного 980 мм делали желто-зеленый который глазом и мыши приобретали чувствительность к инфракрасному и значит соответственно замечательное достижение в первой мере и так и опубликовано в журнале импакт-фактор 33 этого даже и не ничьи ну нормально прокатывает да ну значит вот так соответственно как бы нормально а другой стороны иллюстрируется кривой спектральной чувствительности без этих добавок из добавок которые повышают чувствительность на 23 порядка и нарисована исходная кривая с несчастной ссылкой на на говардовского потому что когда-то мы вывели очень точную кривую которая описывает спектр жительного пигмента грубо говоря от ближнего трех лет до бесконечности прекрасно совпадает эксперимент сказано что вот эта кривая построена по нашему по нашей форме там она отличается на 24 порядка там где автор и попытка моя из нашей формы любыми опечатками получить кривую это специально сконструированная кривая которая демонстрирует фантастический эффект их приобретение инфраструктур напечатан журналист это существует лицензиент и так прошу прощения для этого был лицензиент который хоть что-то в этом понимает а вот с этим ну Леша да собственно такой вопрос те люди которые пытаются спорить с Хочкиным Хакслой они это делают как-то обоснованно или голословно? чем чем? те люди которые пытаются спорить с Хочкиным Хакслой они делают это обоснованно или абсолютно а нет ну это просто буржуазный пропаган это началось на самом деле с публикации в журнале биофизика а потом уже клонировалась без ссылок на биофизику этими людьми которые вот вот обосновать это как никак чтобы обосновать нужно знать вообще что существует не только название но значит что существует там потенциал зависимый на три канала что каналы эти выделят выделена молекулярная структура они себя в вибране ведут ровно так же как в клетке имеются специфические блокады этих каналов это все надо знать но это аниенштейн только прочли но не те но не хочется это и хак это все обоснование совершенно замечательная работа по такому же поводу не проходит ты на хаксе не важно в общем обоснование везде вот такое а можно вопрос на эту же тему по поводу точек на окрасе да значит мы иными каналами все знаем это экспериментально проверить если какую-то выполнять какую-то это достаточно не следует что он не может выполнять никакую другую функцию вот проверяется или волновая гипотеза на скажем на предначалную то есть была ли какая-то экспериментальная гипотеза основана на чем на том что как вы показали на второй прозрачке там волновод ну там было интересное слово на самом деле волновые свойства еще кто-нибудь проверял вы знаете имеется умилительные совершенно вещи типа например берем глаз вынимаем у животного и у нас и вскрываем его спину а сзади у нас через стенку торчит затемление если мы вот так со спины на глаз светим то есть смотрим то затем нерв светится потому что это весь глаз закрыт черным экраном а дырочка через которую проходит зрительный нерв извините прозрачный ровно так же как прозрачные наши веки и ладошки тоже прозрачные вот это вот это было первое в том числе была такая советская публикация о том что зрительный нерв на самом деле световой дальше вы можете взять типа волокна кальмара который диаметром 1 мм с ним удобно работать если вы в него нащупь фильтрите сбоку узеньким клучком посветить по нему будет распространяться потому что у них коэффициент преломления выше чем у окружающей сель там довольно значительный скачок мереная в оболочках достаточно толстая и большой скачок коэффициента вы возьмете зрительный нерв и допустим будете разглядывать его видимость такой работы нет в принципе можно было посветить с одного конца и посмотреть с другого ну мое предсказание там будет не индивидуальное ни одного окна визы а светить будет все потому что все что распространяется даже за счет внутреннего отражения по нерву там же и рассеивается оптическое качество очень скверненькое ну по идее да но может быть вы найдете ситуацию в которой будут ну грубо говоря изолированные какие-то структуры дальше возникает вопрос опять а первый вопрос сказать все можно ты пойди демонстрировать и второй вопрос сколько вот известно что в мозгу с квадратного сантиметра очень много излучается около ста фотонов биофотон уходит куда-то наружу в секунду теперь допустим если вы откроете человеку черепушечку и посвятите на него десять пятнадцатые фотоны в секунду ничего плохого с собственной деятельностью не произойдет так же как если вы возьмете скажем развивающийся эмбрион данио вот икра данио дробится и то там есть биофотон тоже сто в секунду зародыш но зародыш это развивается под солнышком где будет 10-15 так что вам нужно поплясться что ваши биофотоны это не просто и что сверх слабая в этом вся соль что она сверху только потому она и производит все ну и дальше вы можете строить и прогноз только не Есть только предсказание, поскольку развязчен коэффициент преломления, то она должна быть процентом на 10 ниже, чем вокруг. А экспериментально не будет. Как просто делишь на коэффициент преломления? Коэффициент преломления примерно 1,1 в среднем, потому что там липиды и вода. И в общем среднее коэффициент преломления такой среды, скажем так, 1,3 вода, а это на 10% выше воды. Там 1,4, 1,4, 1,41. Так что на 40% в месяц. 200 тысяч километров. Достаточно. Можно отличить от скорости проведения при помощи спорта. Иван Николаевич, тут еще не ворон стоять в очереди уже давным-давно. Я ж не вижу, где там кто-то готовится к сегодняшней лекции. Да. Зашел в интернет, нашел все, что там можно и о воде. Ну, подробно. География плюс теория. Да, да, есть. И последняя статья, по-моему, 9-е годы, 90-е годы. Там вообще во что превратилось это? В связи с появлением новых приборов. Действительно, мы в мире дадим фотон и так далее. Ну, несколько таких я видел, может быть никто. Я про одно скажу, просто мне интересно мнение твое. Вот о чем. Одна из этих статьй заканчивается, как далеко ушли в знаниях наших по биофотонам. Фамилия зовут Турик Кругляков из Московского университета. Профессор. Такой эксперимент, молекула ДНК двойная, облучается биофотонами. Через какое-то время этой экспозиции светится она, сама ДНК. Свет красивый. С фотографией. После этого этот профессор убирает ДНК. А оно светится. А оно светится. Это называется… Аура. Не модель. Нет. Это называется двойник. Это называется биофотонный двойник молекул ДНК. Такая же, как… Ее нет вообще, ее куда-то может. Нет. Как ты такой… Не знаешь, как к этому можно относиться? Откуда… Что светится? Откуда оно осталось? Это достоверно? Ну вот, слушайте. Если две группы рыб сидят в двухразной железной коробках и коммуницируют через биофотоны… Ну, это загадка. Загадка. Если есть рыба, знайте, что их завтра будут облучать ринжет. Она готовится. Ну, чем это? Зачем это? Зачем это? Зачем это? Зачем это? Зачем это? Зачем это зависит от этого? Зачем это? Зачем это будет? Проседок. Кроме того, в Федорете, в 2000 году… Я бы лучше пошел на русский Яндекс и пористал трусы из биофотонами. Да, по крайней мере, имеется научное обоснование. Ну, биофотоны почему-то излучаются кристаллами турмалина, встроенными в эти трусы. Неживыми. А можно вот трос? Значит, вот вы говорили, что сетчатка как источник биофотонов несоизмеримо больше, чем... Вот какие соотношения могут быть? С чем не соотношения? Ну, чем какие-то более обычные ткани, скажем, корешки лука, на которых работал Гурмич. Нет, вот этот уровень интенсивности, который там мерится, там довольно же реально измеренный широкий диапазон, примерно 3 порядка. Всего-навсего. То есть, вот по-хорошему, сетчатки, там должно быть порядков на 8, наверное, больше. А почему вы так думаете? А потому что... А цифра 8. Ну, как-то вот скидка, сколько всего там... Ну, вот, скажем, плотность метафондрии во сколько раз отличается в сетчатке и, допустим, в корешках лука? Я не знаю про корешки лука. Я только могу сказать, что в сетчатке метаболизм заметно выше, чем у куловентного куска мозга, не на 8 порядков, а, допустим, 1,5-2 раза. Это первое. У сетчатки есть удобный механизм, с которым нельзя спорить, что есть механизм генерируции того, что надо. А сколько она генерирует, вот, видно. Причем, кстати, вот эта наша цифра в сто раз. Это на самом деле, самое удивительное, что перед этим это было померено и вот с супертехникой, теми, кто эту идею... Только они ее не перевели в скорость эрадоксина, не сравнили... Ну, какая разница, ну, вон, раз светит, значит же, может, правильно? Будет шум. Вот и весь результат. Ну, в сетчатке имеется, есть механизм для того, чтобы светить, и она светит. Не чемпион отнюдь, есть более яркий. Вот кого я, честно говоря, не понимаю. Ну, вот, если в светлячке тот же самый механизм, просто гораздо более интенсивный. Тот же самый. А? Не тот же самый. Ну, Виктор Исаевич сказал, что тот же самый. Че, че? В светлячке тот же самый механизм? Нет, абсолютно. Ну, приятно. Это абсолютно разные. Там уже все. Это абсолютно разные вехи. В светлячке имеются специфические белки люциферина, люцифераза, которые занимаются тем, что, значит, один там занимает энергию ТТФ, а второй переводит ее в свет с очень высокой эффективностью. И на это работает огромная энергетическая машина. А то, что вот биофотоны... А длина волны примерно совпадает у светлячка и у биофотона? Ну, у биофотонов, ну, примерно. Примерно совпадает. Развестный диапазон от 350, в ближнем кафе лет, до 1200. Ну, а у светлячка где-то там 300 сон. Довольно урокополучно. Ну, вот на сколько порядков может отличаться в светлячке и в сетчатке? Ну, можно посмотреть там кривую. Думаю, порядком на 6, 7, 8, 9, 10. Еще мы поменим. Нет. Ну, другое, конечно. Только как раз эти светлячки фигурируют. А в чем сильно другой механизм? Извиняюсь, в этих самых участвующих молекулярных переходах. Вот тут у нас наша премиссия, ну, скажем, до 10 в 3, 10 в 3 в секунду. Вот. А вот у нас, в первую миссию, в центре начинается от 10 в 5 до 10 в 3 в 3 в 3 в 3. То есть всего два порядка, если вот брать нижний конец этого и верхний конец этого. Ну, если хотите натянуть туда, я скажу, что 6 порядков. А по краям 6? Ну, то есть могут быть еще промежуточные структуры между этим. По краям 10. По краям 10. То есть, что-то в этом промежутке, не знаю. То есть, что-то в этом промежутке ведь может быть. Ну, может быть, можно еще вопрос. Да, это... А вот несколько раз упомянули, что вот эти фигурифотоны регистрируются в определенном диапазоне. А известно что-нибудь о спектре, линейчатой, сплошной спектре? Сплошной? Сплошной. Значит, известно вот, что поскольку их так очень мало, то разумные спектральные измерения – это невероятный труд. Накопление на каждую точку чудовищного времени. При этом ваш этот объект сдохнет раньше, чем вы накопите там две точки. Вот у меня была идея повредить спектры на наших биопатонах, лягушки сдохли раньше, с осенью начну сновь. То есть можно не измерить? Нет, ну, можно померить широкими полосами, когда, скажем, всего три, четыре, пять точек на весь спектр, широких полос, скажем, по 50 мм. Тогда на двух, на 50 мм отстояющих будет перекрытие. То есть это был такой широкий. Это отнюдь не линейчатая. И в модельных системах можно сделать достаточно ярко в модельной системе. Если взять и налить невероятное количество того, что может окисляться, и того, что может окислять, оно будет светить, ну, как бы говоря, так, что в темной адаптации видно в форме. Ну, вот там. Можно? Игорь, да. А такое слово «турмалин» я слышал такое, что кто-то и сказал. Я. И что по поводу турмалина? А я ничего не знаю. Я знаю, что это кристалл с занятным биоптическим использованием, включая там двоякое лучепреломление, но его встраивают в биофатронные трусы, чтобы это не было так. Дело в том, что в кристалле продаются радикулитники, да? То есть я просто слой турмалина, ну, в таком мешочке. И вот если они предупреждают на голое тело, не плагите, потому что вы не выдерживаете. Можно, что у нас, мы сами уже это пробовали себе, если такой турмалиновый накладочку на тело положить, то через 10 минут уже невыносимо. То есть внутри все сжет и горит. Вынимаешь этот, он совершенно холодный, он холодное тело, и тем не менее, ну, а если через майку это делаешь, то слабенький, слабенький прогрев идет. Неизвестный, как говорится, получается. Ну, я от таких экспериментов не стал. Но если, вообще, я попробую, допустим, с серной кислотой, то это тоже есть. Но я, говорите, сколько мне известно, стабильный. То есть ямно такой же. Химически стабильный. То есть ямно-то не проста. Не знаю, но это хороший обувь, действительно. Не в принципе. Насколько я понял, вы не возражаете против того, что экспозиция ярким светом способствует тому, что усиливается интенсивное созвучание этих биофотонов, да? Нет, имеется один эксперимент, данный результат. Но вы ведь его повторяли, нет? Нет. То есть если синхронным детектированием накапливать, то можно посмотреть, это есть или нет. Давать частые вспышки света и смотреть на последийские, то, наверное, это же все можно усилить на нескольких порядков. Почему вы думаете, что несколько порядков? Ну, потому что это идет синхронное накопление. Его можно усреднениями словить. Синхронное с чем? Вы подаете вспышку, фотоумеличитель даете в плюс. Подаете вспышку, увеличитель даете в плюс. Они светили и меряют, как после этого. Ну, естественно. Это измеряемо. Да. Это измеряемо. И накопление можно все довольно хорошо померить. А так оно и так хорошо померяется. Зачем накопление? Вот, поверено. Хорошие зрители. И вас эти кривые устраивают. Ну, сейчас, сейчас. Они, вот они. Нет, еще раз. Вы к этому автору относитесь явно без доверия. Я к этому не. Ну, он регулярно фигурирует во всех тех статьях, которые... Я не виноват, что он такой плодовитый. Понятно. Что он пишет и делает и более-менее нормальную республикальную работу. И пишет чушь собачью исходя из... То есть, конкретно вот эта кривая вас устраивает? Эта кривая меня не устраивает до ряда причин. Потому как она, вот как она выглядит, она показывает то, что нам. И она показывает, в частности, то, что нужно мне. Она показывает, что индуцированное, это самое излучение, которое вполне может быть, оно на 4 порядка ниже зрительного порога. Сколько тут получается фотонов в секунду? Вот тут вот. На пост... На что? На окончание вспышки. На единственное, на единственное площадь. Да. Вот это вот непрерывное, да, это наш 2 порядка ниже зрительного порога. Вот это стабильное. Как ее, прости господи, так. Вот этот стационарный уровень, это на 2 порядка ниже зрительного порога. Это мы знаем. Вот этот в 50 раз меньше. Пик. Ну, а за сколько-то секунд там набежит... И вот этот пик, он с какие фотонов в секунду на квадратный сантиметр? Ну, давайте считать. Вот это где-то в районе 10 фотонов на квадратный сантиметр в секунду. Это значит, соответственно, 2 десятых фотонов на квадратный сантиметр в секунду. Не понял. 50 раз меньше. Ну, вот здесь 2 тысячи, это стационарно, а прибавочка 50. Да. Значит, 50 раз больше фотонов. Меньше. Чувствительность меньше, а фотонов-то больше? Нет. Фотонов меньше. Это то, что измельяется, вот это счет фотонов. Так вот, вот эта прибавочка в 50 раз меньше, чем то, что идет без нее... Ты не понял. Эта картинка прошла. Вот мы посветили, кончили светить и смотрим, сколько фотонов. Или нет? Мы смотрим с интервалом. Вы меня спрашиваете о методической детали, которая описана в исключительно сквер. Но тем не менее. Вы спрашиваете, где тот свет, который, например, сюда светил. Поскольку тот свет был порядком на 10 выше, чем то, что измельяется. Значит так. Мы подглубаем машину, и она нам с интервалом накапливает фотоны, печатает скорость счета. 2000 каких-то единиц в секунду. Или не в секунду, или на что хотите. Скорость счета. Затем мы, надо надеяться, что включили нашу сочувствительную охлаждаемую жидкостью, или что она не на неделе, а на пищу, минус 90, охлаждаемую установку. Включили хороший карманный фонарик, поближе к сетчатке. Посвятили на нее 30 секунд, не убившую при этом нашу всю технику. Потом выключили и начали опять, запустили опять тот же счет числа фотонов. Вот получили вот эту добавочку, которая вернулась назад к стационарному состоянию. Вот эта добавочка увеличения скорости счета в одну пятидесятую, это вспоминка. Вот все же, ничего. Нет? Ну так я их читал тоже. Нет, при чем тут скорость счета? По идее, сейчас, секундочку, по идее. Давайте по этой оси, пусть это будет люксом. Да, мы светили, и это вызвало то, что интенсивнее стали... Мы выключили свет и считаем, сколько светится сразу после выключения света. Не сколько сразу, а сколько скорость светится? Ну вот светилось... Ну хорошо, сколько фотонов начинает излучаться? Секунду после... Да, и вы почему-то говорите, что уменьшилось в пятьдесят раз, а не уменьшилось. Да нет, прибавка в пятьдесят раз меньше, чем стационарная. По вертикали скорости. До того, как светило... Скорость и число фотонов в секунду, это не одно и то же. Ну хорошо, ну хорошо. Было две тысячи процентов в секунду, после того, как посветили, стало две тысячи пятьдесят на некоторое время. Прибавка от посторонней засветки в двадцать раз меньше, чем того, что и так уже там есть. Это можно пересчитать? Количество фотонов излучаемых... Ну, считайте, вот это, допустим, назовем это фотоны в секунду с квадратным сантиметром. Не имеет значения. Да. Ну что здесь непонятно? Непонятно, сколько всего получилось. Ладно. Если остальные понимают, я знаю. Вот это стационарный свет, идущий от сетчатки. Две тысячи фотонов в секунду, у меня тикает счетчик. Потом я посветил светом, который будет не две тысячи в секунду, а так где-нибудь десять. Сто тысяч, миллион. Миллиард. Берите больше. Да, я понял. Триллиард. Триллиард. Выключил. Оно продолжает считать, только не с этой скоростью, а на пятьдесят штук больше. Считало две тысячи, стало считать две тысячи. Две тысячи пятьдесят. А потом вернулось обратно к этим миллионам тысячам. Это и проценты. То есть на единицы процентов увеличилось. Не в разы. Не в разы. Отнюдь. И разов бы не хватило. Дело в том, что нужно порядка, как минимум, шесть. Недостачка небольшая. Больше. Еще вопросы? А еще кто-то, Сонечка хочет что-нибудь сказать? Спасибо. Тут остается один момент, который остается не до разов. Термин, который они придумали, биофотоны, не обязательно, может быть, привязывать к... Я возвращаюсь к Гурвичу. У меня вот тот эксперимент в Польше. Гурвича – это одна история. Что ведь, может быть, это вовсе не свет, так сказать? Причем тут, ну, биофотон назвали. Будем иметь в виду, что это есть не до того, я... Надо делить вообще вещи разными. Первое. Ну, судя по Гурвичу, по мнению Гурвича, это был свет. Потому что взаимодействие сохраняется через кварцевую пластинку и исчезает через стеклян. Это означает, что это был достаточно коротководного электрофея. Ну, или еще были коротководные вещи? Ну, нечто более коротководное, я думаю, ему все равно это кварцевое стекло. Ну, скажем, вот, ну, если мы лезем уже за пределы, там, в их случае, да, то ему все равно стекло, или их не разлили, не разлили. Или, может быть, на самом деле, то, что излучает, то, что стекло, что хватит, без разницы, ну, железя, то, может быть, ему не понравилось. Это какой-то совершенно другой природы излучения. Ну, Гурвича больше всего интересовала морфогенетическую полу, которому физическая природа никак не специфицировалась. Это некая абстрактная сущность, про которую вообще ничего вразумительного в его переписке с любящими, например, нет. Курмиющая идея, что надо исследовать не локальные взаимодействия, а в образовании агонизма, но и играть трое поле. И какие-то поле, и все полевые концепции, с одной стороны, исключительно продуктивно с точки зрения фантазии, пока, насколько я знаю, не имеют никакого представления о физической природе. Не важно. Не важно. Физическую природу забыли, она очень забыла. Эффект, есть ли эффект? Приближение касты. Я не буду считать, что это не только эксперимент. То есть, этот эксперимент аккуратно повторяется, в корректных условиях. Ну, как эксперимент с рыбами, которые предвидели экспозицию. Нет, ну, это просто жульничество явное. Но написать можно все, что угодно. Нет, тут-то описание ясное. Ну, значит, пожалуйста, мы уберем и делаем. Я не могу. Нет. Иван, я говорю, в принципе, этим никто не занимался. Если кто-то в этой области играет, то почему бы не начать с того, что это... Это вопрос, как люди. Такие люди есть. Это неинтересно. Иван Николаевич, зачем сделать такие эксперименты, пропадет такая идея, которая вот уже была шито лет, даже в том... Ну, я так понимаю, ее не однократно проверяли? Нет. Но был такой человек, Франк, который ее проверял. Франк, кажется, Гурмича не проверял в прямую, вот как его с экспериментами. Франк уже делал с объективными методами регистрации. Ну, не подсчута фотонных методов на глаз заинтересованным выступлением, а при помощи там тех же фотонных людей. И очень много таких работ, вообще говоря, вот работ, грубо говоря, с биоизлучением как таковым. В Советском Союзе было много, и половина из них... Ну, я говорю, у меня сомнения только одно. Я в те же годы работал с советским фотоножителем, мне нужны были высокостабильные регистрации, поскольку интересующие меня изменения составляли там, скажем, 10 минус 4 сигнала. И я там 10 минус 3. И когда я пошел, наконец, на золот производителя электрон, фотоножитель, и спросил, вы мне можете сделать, который хотя бы с 1% в 1 минуту держит, они сказали, не можно. Если я смотрю спецификации, я работаю с фотоножителем тех времен, и по сравнению с тем холмоматцем, на котором я сейчас что-то померю, у них отличие в темновом шуме в 500 раз. И поэтому, вот что я могу думать о всем том, что было намеренно на тех фотоножителях, ничего не могло. Ничего. С фотоножителем тут все понятно. Это можно дикимать и забыть. А вот считать метозы, это без фотоножителей. Нет, можно сказать, да, пожалуйста. Но это не моя. Я лучше с глазами. Ну что, закрыть? Ну, здесь бы лучше открыть, а не закрыть. Потому что сама концепция некого организующего поля, из чего бы оно ни было сделано, она живет. Вы знаете, что в эмориогенезе судьба разных чертов и зачатка определяется не тем, прямо, что с ним было с соседями, а его будущим местом в организме. И вот эта идея целостности, которую создается каким-то способом, там концепция нахожимодического поля, есть только ни холм, ни свести. Она же, вообще говоря, неразумна. Вопрос, как это сделать? Что это такое и как оно работает? Правильно? Нет, ну... Ну так, это я... Это я бы... Если бы я был молодой, я бы этим стал как-то заниматься. Ну вот, я тоже... Но ничего, я бы не считал. Нет, ну я тут, можно, я просто про это не знал. Да, может, еще лучше. Спасибо, Игорь, большое. Спасибо. 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 Продолжение следует...